Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня поговорим по поводу американской визы, как ее оформить и вообще кто может претендовать на нее. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Для того, чтобы оформить американскую визу, вам нужно будет обратиться либо же в Варшаву, либо же в Краков. Пакет документов для американской визы в принципе небольшой и не такой уж он и сложный. Самую большую часть занимает это заполнение онлайн заявки на оформление американской визы. Перед тем, как оформлять американскую визу, вы должны для себя решить, какая цель поездки у вас. Туристическая виза это B1-B2, поэтому в принципе мы сегодня будем ее именно разбирать. Перед посещением посольства США вам нужно будет подготовить определенный пакет документов. Первое, это вам нужно будет распечатать подтверждение о том, что вы назначили дату на собеседование, которое будете заполнять онлайн заявку. Дальше, распечатанное подтверждение об анкете DS-160. Далее, это фотография 5х5, также копия паспортов всех, которые у вас есть. То есть, это как новый, так и старый. То есть, если у вас, например, есть загранпаспорт старого образца, есть биометрический паспорт, вам нужно будет предоставлять все паспорта. Далее, это документ, который подтвердит, что вы будете возвращаться на территорию Польши. Это может быть обратный билет, либо же справка с работы, либо же справка с учебы, документы на владение недвижимости, ну и также документы, подтверждающие ваше легальное пребывание на территории Польши. Это может быть либо долгосрочная виза, либо же карта поляка, либо карта столового побыта, либо карта временного побыта. То есть, документ, который подтверждает, что вы находитесь здесь легально. Когда вы определились уже с типом визы, то заходите на официальный американский сайт для заполнения анкеты DS-160. Ссылочку я вам оставлю, как всегда, в инфобоксе. Вы можете пройти и посмотреть, как она выглядит, эта анкета, и начинаете ее заполнять. Заполнять нужно будет латинскими буквами, понятное дело. Также в интернете вы можете найти очень большое количество примеров, как именно заполнять правильно эту анкету. Так что, я думаю, с этим не должно быть проблем. Когда вы исполняете анкету DS-160, не забывайте после каждого заполнения сохранять ее, потому что бывает так, что программа вылетает, и вам просто на всего придется заново вводить данные. Визовая анкета для мужчин и женщин немного отличается, так как для девушки нужно будет в анкете прописывать последнее место работы, а для мужчин нужно будет прописывать два или три последних места работы, плюс еще университет. Также немного визовая анкета отличается для граждан Украины и России, так как, например, для граждан Украины прописывается там один-два места работы, то для граждан России придется прописывать все места работы. В разделе security background вы можете, конечно же, почитать, что там пишут, но в основном нужно отмечать поля no, то есть нет, потому что вы как бы не торгуете наркотиками, не торгуете людьми, то есть это связано с безопасностью. После того, как вы заполнили полностью всю анкету, загрузили туда фотографию, не забудьте ее распечатать, так как это один из пунктов, также из пакетов документов, которые вам нужно будет предоставить, когда вы пойдете на собеседование в посольство Америки. Для того, чтобы записаться на собеседование, вам нужно будет создать профиль на американском сайте. Этот сайт я вам тоже оставлю в инфобоксе. В этой анкете заполняете все поля и также выбираете там город, где вы хотели бы получить эту визу, то есть либо Варшава, либо же Краков. И сейчас не обязательно получать американскую визу в той стране, где вы являетесь гражданином. Если вы подаете полностью всей семьей, то есть вкладки, где вы просто добавляете членов семьи и заполняете их паспортные данные. После того, как вы заполнили, переходите в вкладку Delivery, то есть это отправка. Надо будет выбрать, каким методом вы хотите получить эту визу. Либо же забираете ее сами, то есть пикап, либо же вам ее должны доставить на дом, то есть Premium Delivery. Также нужно помнить, что доставка платная и она сейчас стоит около 20-30 злотых, в зависимости от города, где вы проживаете. После того, когда все этапы уже пройдены, вы записались на собеседование, следующим этапом нужно будет проплатить визовый сбор. И он стоит 160 долларов на каждого члена семьи. И нужно будет сделать либо банковским переводом, либо же оплатить мгновенно карточкой. Если вы отплачиваете банковской карточкой онлайн, то это мгновенно активирует код для записи на собеседование. После того, как вы сделали оплату, вам предлагают доступные дни для записи на собеседование. В основном это разница в неделе от даты оплаты. То есть не нужно будет ждать 2-3 месяца, чтобы записаться на собеседование. Буквально в течение недели, двух недель вы можете выбрать свободную дату и записаться. После того, как вы запишетесь на собеседование, вам нужно будет распечатать подтверждение записи на собеседование перед тем, как вы пойдете в консульство. Когда приходит время уже на собеседование, чаще всего на форумах пишут, что нужно прийти за 10-15 до начала самого собеседования. Но вам мой совет прийти туда за полчаса. И да, помните, что в консульство вас не пропустят с электронными приборами, то есть даже вас не пропустят с телефонами. При себе вы должны буквально иметь пакет документов и все. То есть оставить где-то телефон, либо там часы, например, ключи. Там даже нету этих сейфов, поэтому заранее подумайте об этом, где это все оставить. Кому могут отказать в визе? Если у вас есть задолженность по алиментам, кредиты, задолженность по ЖКХ, например, то, к сожалению, вам могут отказать в выдаче американской визы. Поэтому перед тем, как вообще подавать на эту американскую визу, есть очень много разных сайтов в интернете, где вы можете проверить свои данные и вообще дадут ли вам эту визу, либо нет. Знаю, что есть также очень много разных компаний, которые предоставляют свои услуги. Если у вас есть, например, даже задолженность по кредиту или алиментам, они как-то за отдельную плату все это делают, и в итоге вы получаете американскую визу. Как это все происходит на самом деле, я не знаю, но предупреждаю вас сразу, если у вас есть какие-то задолженности, то большая часть процентов, что вы получите просто отказ на визу в Америку. Когда вас проверили на входе, то есть вас пропустили уже в здание, после этого вы достаете пакет документов и самое главное, достаете две заявки распечатанных, то есть это подтверждение на запись на собеседование и анкету. На этой анкете вам наклеивают штрих-код, после этого вы проходите и сдаете еще отпечатки своих пальцев. И далее, живая идет очередь, и подходите к окошкам, где вас принимают на собеседование. То есть это не какой-то отдельный кабинет, где вы разговариваете с послом Америки. Если же вы не один, то есть с вами вся семья, то вы просто подходите к окошку все вместе. После этого, когда вы проходите уже собеседование, когда с вами поговорят, через некоторое время вам офицер дает лист подтверждения того, что получаете ли вы визу, либо же нет. Если же у вас отказ, то вам отдают сразу же паспорт. Если у вас положительный ответ, то офицер тогда оставляет паспорт у себя. Готовность визы вы можете отследить на том профиле, который вы создавали на американском сайте, но чаще всего это буквально 3-4 дня, и вам смсом приходит подтверждение о том, что ваши документы готовы, вы можете их либо же забрать, либо вам доставляют уже почты. Это все будет зависеть от того, какой вы выбрали пункт, когда заполняли саму анкету. Если же вам нужно продлить визу, то вы даже можете сделать это на территории США, обратиться в службу иммигранции и за 45 до окончания визы ее продлить. Но и также для того, чтобы ее будет продлить, вам нужно будет опять предоставить все документы, для того, чтобы вы не остаетесь в Америке, вы будете возвращаться в Польшу, и также нужно будет предоставить документы, в связи с чем вы продлеваете американскую визу. Если же у вас отказ по американской визе, вы имеете право подать повторно, вы также имеете право спросить у офицера, почему вам отказали, и он не обязан, но в принципе они объясняют почему, потому что в самом письме нет пояснения, но если у вас какая-то недостача по документам, и когда вы будете уже подаваться повторно, самое главное нужно будет их заполнить, весь пакет документов, которые вам не хватало, и заново подавать на американскую визу. Ну вот весь этап получения американской визы, на самом деле ничего сложного нет, самое главное правильно заполнить все документы, и также когда вы проходите собеседование, не забудьте говорить именно то, что вы написали в анкете, то есть не придумывайте, и в принципе на собеседовании спрашивают жизненные вопросы, то есть почему вы здесь, с какой целью вы едете в Америку, на основании чего вы здесь находитесь, то есть все, что вы брали с собой, вы просто показываете и отвечаете так, как вы написали и указали все данные в анкете, и как она на самом деле есть, то есть не старайтесь кого-то обмануть, потому что вся информация проверяется, и для того, чтобы вам не дали отказ, лучше говорить всегда правду. Поэтому желаю вам удачного оформления американской визы, и удачных вам поездок. Спасибо, что сегодня были вместе со мной, но с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока!